Здравствуйте, уважаемые зрители! Нам приятно вновь встретиться с вами на программе «Познаем Истину». Сегодня мы будем открывать Священное Писание. Тема нашей встречи – «Иисус среди людей». Хочу вначале представить гостей нашей студии, с которыми мы будем размышлять на эту тему. Лидия Нани, домохозяйка сегодня у нас, Наталья Хамушкина, воспитатель и пастор церкви Зубыч Анатолий. Здравствуйте, друзья! Давайте мы прочитаем вначале такие основные тексты, которые помогут нам в наших размышлениях. Иван Геотлуки, 15 глава, 1-2 текст. «Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Парисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и есть с ними». Спасибо. «Иван Геотлуки» – это 15 глава. Это глава, которая содержит замечательные притчи, которые, наверное, очень близки каждому из нас. И мы сегодня поговорим об этом, как Христос общался с теми людьми или искал тех людей, которые отошли от Господа. Вначале хотел бы спросить, вы знаете секрет, как найти друга? Ведь это так непросто. Наверное, первый секрет заключается в том, чтобы человек не жалел времени на то, чтобы это время использовать для общения. Потому что, когда мы говорим о друзьях, на сегодняшний день это школьные друзья, это институт, университет, это то время, которое мы использовали для построения конкретных отношений. К сожалению, зачастую человеку не хватает времени, чтобы иметь полноценного нормального друга. А безусловно, с другом нужно общаться, нужно находить время для этого. Наталья, вы как воспитатель, вообще можно говорить о дружбе между родителями и детьми? Они друзья, либо кто? Для детей очень важно, чтобы родители были для них и друзьями. Это особо нужно в переходном возрасте, когда человек выбирает свой путь. Поэтому родитель должен быть авторитетом. Но работая с детьми, я еще учу их выстраивать социальные связи друг с другом, потому что это им поможет в дальнейшей будущей жизни. Это и в школе, и в жизни. Очевидно, те грешники и мытари, им не помогали родители, поэтому они попали в такое издруднительное положение. Поэтому это важно, дать ребенку правильное направление. То есть мы говорим, что нужно время для того, чтобы иметь друзей, нужны отношения, нужно понимать другого человека. И давайте мы прочитаем один текст, он очень интересный. Книга-притчи, 18 глава, 24 текст. Тут там написано как раз о дружбе. Кто хочет иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. Вообще интересно. То есть если ты хочешь иметь друзей, то ты сам должен быть дружелюбным. У нас мало все-таки друзей, если говорить о том, если у тебя друзья, люди обычно называют один, два, три, но не более. У нас мало друзей, потому что мы не дружелюбны. А вообще дружбу нужно заслужить у нас? Дружба требует определенной жертвы. Вы знаете, дружба завязывается иногда в связи с какими-то обстоятельствами. Ты даже и не искал этой дружбы. А она вдруг завязалась. Допустим, кому-то срочно нужна какая-то помощь. И ты не можешь не ответить, просто не можешь пройти мимо той ситуации, в которой ты бы мог что-то сделать. И один добрый поступок, да, можно завязать настоящую дружбу. Да, уже дружба завязалась. Уже и отношения завязываются, уже ты переговариваешься, уже переписываешься, встречаешься. Это так интересно. Но потом эти люди могут и исчезнуть. Но дружба вот на такой короткий промежуток времени, она тоже обогащает двух людей. И тебя, потому что ты оказал, и того, кому ты оказал. И дружба подразумевает открытость, да. Вот сегодня мы говорим о замкнутости. Почему замкнутость стала нормой жизни? Почему многие люди не хотят ни с кем иметь никакого дела? И живут очень обособленно. Здесь несколько причин. Вот я сказала о том, что жертвой требует дружба, определенные жертвы. Это в первую очередь время. Сейчас люди ценят свое время, чтобы сделать карьеру, бизнес, заработать деньги. И мало кто хочет действительно просто остановиться, кому-то поговорить, кому-то сказать приятные и добрые слова. Это также важно для дружбы. Сегодня можно говорить, наверное, о современных технологиях, которые помогают, в кавычках, нам иметь отношение друг с другом. Каждый сидит в своей комнате, в своем кабинете, и нет общения друг с другом. Да, люди часто замкнуты, и их многие другие, которые вокруг них, это даже могут быть члены семьи, те люди, которые их раздражают. А почему раздражительность часто выходит из-под контроля? Наверное, когда человек не видит взаимности, то есть он предполагает, что на конкретные отношения, которые я завязываю, должна быть некая взаимность, некая реакция. Когда этой реакции нет, человек может раздражаться. Это как один из вариантов. И если возвращаться к этому первоначальному вопросу, то мне кажется, одна из основных причин, что человеку комфортно. Зачем ему пристраиваться кому-то? Потому что любые отношения необходимо как-то настраивать, что-то менять в себе, что-то учитывать. Но зачем мне это надо? Мне лучше одному. Не надо никому угождать, не надо никому пристраиваться, так комфортнее. И потом это влияет, конечно, на взаимоотношения, на дружбу. И сегодня такая тенденция, я замечаю, что молодые люди между собой, они даже не дружат, и они не выходят замуж и не женятся. То, что вы сказали, Анатолий, их устраивает вот это положение, в котором они находятся, потому что дружить — это нести ответственность за кого-то. На самом деле, я думаю, что людей это не устраивает. Все внутренне хотят любви, понимания, сочувствия. Просто люди, не находя удовлетворения своих глубинных потребностей, они просто отгораживаются. И это заменяет новые технологии. А все ли готовы принимать твою дружбу, даже твою помощь, если ты даже хочешь помочь им? Потому что мы встречаем людей, которые говорят, мне ваша помощь не нужна. Почему так? Возможно, этот человек, который был обманут в каких-то отношениях, он больше не может открыто вот так идти навстречу, дружбе, доверять? Мне кажется, здесь человек даже неосознанно подчеркивает свою независимость. Мы сами за собой можем что-то подобное делать, но не замечаем, что проблема у нас. Я буду открывать багажник, у меня будет сумка, и мужчина предлагает помощь. Позвольте, я помогу вам. Но зачем мне его помощь? Я с каким-то трудом для себя, но я сделаю это сам. И иногда мы сами являемся виновниками того, что не позволяем человеку сделать нам добро. Потому что вот эта независимость, нет, я сам, самодостаточность, независимость, она является основной проблемой. Но в этом есть и причины еще, это средства массовой информации, которые постоянно нам говорят о том... Не доверяйте. Не доверяйте, да. Не доверяйте. Не доверяйте, не влезем. И они научены горьким опытом. Этих опытов много в наше время, потому что мы знаем, вот апостол Павел описывал, когда обращался к Тимофею, о состоянии морального, моральном состоянии общества, каким будет общество. Люди, соприкасаясь друг с другом, не имея честных отношений друг к другу, конечно же, пугают друг друга, и они уже потом не доверяют. Но все равно помощь нужно оказывать, и если ты будешь иметь больше каких-то положительных, наверное, опытов в твоей жизни, ты научишься просто доверять другим людям. Мы говорим об Иисусе Христе, который жил среди людей. Наверное, такой самый главный вопрос. Итак, Христос жил, был здесь на земле 2000 лет назад. Какова была цель Его прихода в этот мир? Потому что для многих людей как бы это очень сложный такой вопрос был, но ради чего? Мы говорим как бы глобальный такой ответ для спасения. Но все же, вот зачем он был, ходил здесь, почему он прожил эти годы здесь на земле, общаясь с людьми? Я думаю, что он пришел для того, чтобы, самое первое, открыть людям Бога Отца, чтобы показать Его любовь. Я хочу напомнить стих. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Все в совокупности это проявилось во Христе. И мы, исследуя Его жизнь, видим прекраснейший характер нашего Отца и прекраснейший характер нашего Спасителя и друга. То есть, вы хорошо подчеркнули этот момент и друга. Я думаю, что Христос просто, находясь среди людей, Он показывал, как строить отношения. Потому что были такие же люди, недоверчивые, как сегодня, наверное, многие отказывались от помощи, многие вообще боялись друг друга, не хотели дружить друг с другом, не проявляли тех добрых качеств, которыми Господь нас наделил. А Он пришел показать для того, чтобы показать в том числе и то, как мы должны здесь жить. Вот за то, что Он делал. Люди Его любили или ненавидели? Ну, одни любили, уважали, потому что Он был в их среде, а другие презирали, потому что, когда мы читаем Евангелие, мы видим, что мнение было неоднозначно по отношению к Иисусу. Кто-то завидовал, кто-то был в хороших отношениях с Ним, поэтому общество тоже разделилось в отношении к Ним. кто-то нам такой, с твоими положительными эмоциями, настроением, с твоей помощью, ты нам не нужен. А что Он делал для того, чтобы люди Ему поверили, чтобы они доверились Ему? В первую очередь, Христос ломал стереотипы, которыми окружили себя люди. Наше современное общество также окружило себя огромным количеством стереотипов. Ведь, как во времена Иисуса Христа, в принципе, ничего не изменилось. Были книжники, фарисеи, которые знали, как жить правильно, которые сделали людей вторым сортом и сказали, вот они живут неправильно. В наше время то же самое. Христос всегда разрушал стереотипы. Он приходил на помощь всем людям, тем, которые нуждались, которые были способны принять. Вот современное христианство тоже сейчас выстроило огромные какие-то препятствия на пути к Богу. Кому-то нужно делать добрые дела, кто-то на себя налагает эпитемию, чтобы заслужить это доверие, кто-то использует разных святых. А ведь путь к Богу очень прост. Приди к Нему таким, какой ты есть, вот таким. И не нужно показываться лучше. Он поможет тебе стать этим лучше. И читая Евангелие, мы видим, что Иисус Христос говорит очень мало. В основном идет описание, как Он служит, как Он помогает, как Он исцеляет, как Он действительно живет интересами вот этого общества. То есть, Он был полезен для тех людей, кто в этом вдался. помогает. И потом люди Его восхранимали как друга, мы говорим, для того, чтобы человеку донести определенную истину, мы говорим, да, библейское слово, то нужно иметь отношение с человеком, потому что, когда ты не друг другому, да, человеку очень сложно, чтобы тебе поверили. Безусловно, вот когда мы говорим о Христе, давайте мы прочитаем Евангелие от Матфея, 1 глава, 22-23 тексты. Что Священное Писание говорит о Христе? А всё сие произошло, да сбудется речённое Господом через пророка, который говорит, сей Дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. Очень-очень сильное выражение, да, вот Он тот Бог, который рядом с нами. Бог с нами, это радует или тревожит нас? Это просто покоряет, покоряет. Ну смотрите, если Он рядом, Он всё видит, Он видит каждый твой поступок и каждый твой шаг. Хотели бы мы иметь такого Бога, который наблюдает за тобой каждый день? Поэтому вопрос тревожит или радует? Это почётно, Бог, который всегда в курсе твоих дел, Он знает, сколько волос у тебя на голове, Он вникает во все твои нужды, и нельзя прикрыть себя чем-то, чтобы показаться хорошим перед Богом. Вот меня покоряет то, что Христос принимает меня именно такой, какая я есть. Я могу быть самой собой. Это прекрасно. Каждый человек может прийти к Нему. А Он может навести порядок в моей жизни, в моём сердце, вопреки моей воле? Я думаю, что нет. Он не действует насильно. И когда мы понимаем, что Бог всё видит, всё знает, у меня был такой момент в жизни, даже движение моей мысли Он знает, то стоит ли мне что-либо делать противозаконно? Не стоит, потому что Он всё знает. И у меня появлялся какой-то страх. Но по прошествии времени я начала познавать истину, я начала изучать, я увидела жизнь Христа, я увидела характер Божий по отношению к израильскому народу. Потом, когда Он был уже и среди язычников, я поняла, что именно такой Бог, Который всё знает, Он ещё и милосердный. Он понимает, Он понимает, что мы находимся в такой зоне, где мы подвластны всему этому влиянию. И чтобы противостоять этому влиянию, мы должны иметь с Ним крепкие отношения. И вот это успокаивает. По сути, мы говорим, что мы должны радоваться тому, что Бог с нами. Но когда мы видим то, как люди относятся к Господу сегодня, мы видим, что у многих людей это совершенно не радует, потому что жизнь вообще даже святого человека, она осуждает грешника. И поэтому грешник старается спрятаться от того, который может осудить тебя. А вот как раз проблема, наверное, в человеке заключается, что они думают, что Бог — это тот, Который тебя только осуждает. И они не веруют в Бога, Который тебе помогает и приносит радость жизни. Мы прочитали Евангелие от Луки, 15 глава, 1 текст, и мы видим, что фарисеи, книжники осуждали, что Он принимает грешников и ест с ними. А как Вы думаете, грешникам было приятно быть вместе с Христом? Я думаю, что очень приятно. Вот работая с детьми, мне очень часто приходится наблюдать такую картину. Ребёнок, который больше всех приносит, так скажем, неприятности или хлопот, ты больше всего занят им. Так как же небеса все приходят в движение, когда кто-то неблагополучен на земле? И нам апостол Павел говорит об этом из послания к римлянам, что святые ангелы нам служат, у нас есть единый Бог и Отец, и Сын, и Святой Дух, Святой Дух постоянно занят тем, чтобы нас направлять, наставлять, учить. Вот это просто уникально и замечательно. Да, Вы говорите, что им приятно, но я понимаю, что когда люди оказываются в той среде, где, например, человек не матерится, человек, который, например, не курит, это сразу вызывает даже какое-то подозрение к этому человеку, и волей-неволей, но, знаете, хочется убрать этого человека из среды, многие люди с удовольствием разбивают лампочку, чтобы никто не видел, что ты делаешь, чтобы все-таки жить в темноте. Христос осуждал их за жизнь, которую они вели, как Вы думаете? Христос принимал людей такими, какие они есть, и в этом самая большая ценность, когда тебя принимают с твоими недостатками, с твоими пороками, потому что иногда прослеживается ситуация, когда мы, приглашая человека в церковь, говорим, вот это оставить, это забыть, а вот об этом тоже ты не должен думать, тут необходимо тебе исправиться, и уже есть какая-то определенная планка, и человек понимает, если он не дотягивает до этой планки, значит ему Бога не видать, значит в церкви у него нет места. И поэтому многих людей боясь прийти в церковь, потому что многие люди как бы со стороны, да, на стороне считают, что там какие-то особые святые люди, и поэтому для того, чтобы меня приняли, я должен быть другим, и мы говорим, чтобы помочь человеку избавиться от негатива, его всегда нужно прежде осудить и показать, в чем он неправ, и только потом его уже принимать. Христос оказывал этим людям доверие своим присутствием, и именно то, что он был рядом, это их возвышало, это помогало им меняться. Нам также нужно принимать других людей такими, какие они есть. Это просто возвышает человека. То есть не осуждать. Не осуждать ни в коем случае. Это большая проблема, что мы сразу осуждаем человека, мы ему напоминаем, что он уже все это оставил, он покаялся, он пришел, но мы ему говорим, вот мы тебя можем принять, но ты уже ни в коем случае не должен это делать. Мы его осуждаем. Человек чувствует, что он где-то потерялся в жизненном пространстве. Многие люди чувствуют ли, что они живут двойной жизнью? Да, люди всегда это чувствуют, потому что закон моральный при создании нас Господь вложил, и совесть наша понимает и подсказывает нам, что мы делаем добро или зло. То есть мы имеем понятие о добре и зле, поэтому мы знаем, что вот делая этот поступок, мы совершаем зло. А совесть легко потерять? Совесть нелегко терять, да. Постепенно. происходит. Это не происходит сразу же, вот раз потерял совесть и потерял ее навсегда. Потихоньку ты привыкаешь ко греху, человек привыкает ко греху, и он становится уже не таким страшным, потом он становится как бы, может быть, даже и приятным, и таким путем человек потихонечку теряет образ Божий. То есть остроту вот своей, да, совести, своего понимания, как относиться к людям, как вести себя. В Евангелии от Луки 15 глава, которую мы уже начали читать, есть три замечательные притчи о потерянной овце, о потерянной Драхме, о деньгах и о блудном сыне. Вот первая притча, это о заблудившейся овце. Как вы думаете, кто виноват в том, что овца заблудилась? Она сама или пастух? Ну, пастух, который отвечает за это стадо, он непосредственно несет первую вину, потому что это сфера его ответственности. Поэтому, когда мы читаем Евангелие, он увидел, что этой в сыне нету, и сразу переживает, расстроился, этих поставил в самое такое защищённое место, да, и уходит, опять же, свой потенциал, свой ресурс, тратит на то, чтобы эту одну-единственную привести, найти. Анатолий, эта притча говорит, в принципе, о Боге, который ищет искать, да, и ищет искать потерявшихся. То что получается? Если виноват пастух, то виноват Бог, что люди теряются, и что мы, как овцы, образно говоря, в этой притче, мы заблудились. Овечки разные, и характер у людей тоже разный, да, и пастух знает, что есть овечки такие строптивые, и может быть, когда он знает этих овечек, он понимает, что больше надо смотреть, больше надо как-то пристальнее, внимательнее наблюдать за этими, а есть другие. Мне кажется, здесь больше раскрывается образ пастуха в том, что он очень заботится о своих овцах, он постоянно их пересчитывает, и он вовремя обнаружил, что она пропала, он все оставил в безопасном месте своих овец, и пошел ее искать. И он не связал им ноги, чтобы они никуда не убежали, он дает им свободу действия. Да, меня очень трогает вот именно то, что Бог нам дает свободу выбора. Мне когда-то хотелось, чтобы у меня не было этой свободы, особенно, когда ты принимаешь важные решения, я говорила, Бог, ну зачем мне свободу, ну дай мне ответ вот конкретно. А сейчас я это очень ценю, я ценю эту свободу, потому что он хочет, чтобы мы выросли, чтобы мы были зрелыми, чтобы мы здраво судили, здравые решения принимали. Это очень прекрасно. Но на примере этой притчи показано, как он заботится, он с собой жертвует, ведь это же было паскалом. Именно он ищет, не сама она возвращается, именно ищет он. Мы поговорим об этой притче буквально через несколько минут. Уважаемые друзья, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами. Уважаемые друзья, спасибо, что вы по-прежнему вместе с нами на программе «Познаю мистину». Если у вас есть замечания, если у вас есть предложения по нашей программе, по теме нашей встречи сегодня, пожалуйста, вы можете позвонить нам, номера телефонов, вы сейчас видите на своих экранах. Мы продолжим нашу беседу, мы говорим о притче и о потерянной овце, когда пастух овцу нашел. Вот эта пропажа, нашедшаяся, она радует только пастуха, что он не потерял урона. И поэтому он созывает друзей, мы читаем в этой притче, он говорит «Порадуйтесь, что я ее нашел». Вообще, сама овца радуется? Трудно сказать, она, наверное, просто в шоковом состоянии. Может быть, она даже и не понимала, что она потеряна. Да, мы говорим о нас, люди, которые нашлись, потому что эта притча показывает нам о наших отношениях с Богом. Вообще, человек радует, что Бог его нашел. Вот он стоит уже где-то там на скале, страшно вниз опуститься и вверх уже не может двигаться по жизни. И вот тогда приходит Господь и снимает этого человека с этой отвесной скалы. Человек это радует? Я думаю, что очень радует, потому что в притче показано, что пастух несет его на плечах. Потом он устраивает большую радость, ему хочется поделиться с другими людьми вот этим достигнутым успехом, результатом своего большого труда. И здесь, наверное, вот этот элемент доверия Господу, что он берет тебя на руки, он берет тебя и несет на своей спине. Вот когда ты это чувствуешь, что тебя кто-то несет, вот тогда появляется доверие, тебе хочется жить. Вторая притча о Драхме, то есть женщина потеряла деньги в доме. И возникает вопрос, как может такое случиться, потому что эта притча, опять же, говорит о нас, людях, возможно ли говорить о том, что эта притча говорит о людях, которые потерялись в церкви. Если да, как это возможно потеряться в церкви? Я думаю, что в церкви потеряться очень легко. Очень легко. Очень легко, потому что фарисеи и книжники, они тоже были в какой-то степени потерявшимися. Они соблюдали все законы, заповеди, они тщательно исполняли, как они считали, волю Божью, но на самом деле они были потерянными. Поэтому и сейчас люди, которые ставят что-либо вместо Христа во главу угла, А что теряет, Наталья, что человек теряет в церкви, что он в церкви становится потерянным? Есть люди, Терять веру просто? Ну, есть люди, которые считают себя недостаточно хорошими перед Богом или наоборот выставляют свои хорошие и праведные дела. Это тоже потерянные люди. Поэтому мы можем приходить ко Христу с осознанием своей нужды в Нем. Ведь не зря же Он сказал, пришед, найду ли веру на земле или там в книге Откровения верный свидетель говорит, ты не знаешь какой ты по-настоящему, ты думаешь, что ты богат, разбогател и не имеешь нужды. И это правда, что сегодня Христос во многих церквях стучится просто за дверью. То есть, если ты нечто не получаешь в течение твоей последующей жизни, если ты не получаешь особой силы, мы говорим о влиянии Святого Духа, если ты остаешься на прежней позиции, то ты можешь просто потеряться, потому что, помните притча о разумных и неразумных девах? Вот если нет запаса вот этого масла, той силы в служении, которую дарует Господь, понимание Слова Божьего, то очень легко можешь потеряться. И замечательная притча о блудном сыне. Почему быть блудным так заманчиво и интересно для очень многих молодых людей? Мир влечет. Этот мир влечет. И действительно, здесь много чего интересного в этом мире, тем более для молодых людей, которые хотят все попробовать. И вот как раз притча и показывает о том, что этот человек поддался на искушение, на желание этого мира, на желание независимости. Что такое вообще грех? В сущности, это независимость, это желание быть вне опёки Бога. И вот к чему это приводит. Это же не просто человек оступился, это человек принимает сознательное решение забрать часть, которая мне принадлежит, потребовать её, уйти и жить так, как им хочется. Он всё-таки, сын этот, который ушёл, он всё-таки имел тоже долю дерзости какой-то в своём характере. Как это произошло? Они же все жили и тот, и другой в доме отца. А он, видимо, влекомый действительно вот тем, той жизнью, которая проходила за бортом их дома, и недовольство какое-то, которое росло у него, потому что просто так вот в один миг невозможно предъявить такие претензии отцу, дай мне часть наследства, фактически наследство, как бы, дети наследовали после смерти, и он фактически просто сказал, что отец, ты для меня мёртв. Но многие дети, они считают, что родители ограничивают их свободу, и многие люди считают, что Бог ограничивает мою свободу, и поэтому у людей появляется желание уйти, хотя где-то они понимают, что мне будет сложно, мне будет тяжело, но зато я буду свободным. Вот это неправильное понимание свободы приводит к очень печальным последствиям. Но эта притча очень интересна тем, как принимают, как принимают этого сына. То есть, по сути, разве можно было представить себе картину, и так, он ушёл, забрал, вы сказали, по сути, сказал он отцу, что ты мёртв, ты для меня не существуешь. Потом он возвращается, и мы видим, как выступает отец. Разве можно так встречать те, которые тебе принесли такую тяжёлую боль, душевную боль? Наверное, были даже осуждения со стороны соседей. Посмотри, какого сына ты воспитал, что он забрал у тебя при жизни то, что принадлежать должно было сыну после смерти. А он ему, значит, хорошие, дорогие подарки, хорошее застолье, внимание. Это вообще разумное поведение отца? Вообще, эта притча, она всех нас иллюстрирует. Ведь всё, что нам дал Бог, у нас в сущности нет ничего своего. И мы же тоже где-то блуждали в этом мире. И Бог всегда ждал нас, как любящий отец. Позвольте напомнить первую и вторую притчу, потому что, если мы говорим об овечке, то основная идея это опасность. Этой овечке угрожает опасность. Вторая притча одиночество. Это большая проблема. Это серьёзная проблема. В третьей притче поднимается ещё одна проблема. Это влияние. Потому что этот сын имел хорошую семью, всё благополучно, нормальное влияние, но не сынил этим. Потом мы видим другое влияние. Он не был одиноким. Но опять же мы видим, что вот это влияние друзей, оно тоже негативно воздействовало лично на него. И потом, когда уже прошёл, он через всё это возвращается к Отцу и разумом, и своим опытом понимает, что вот это окружение людей, которые могут радоваться вместе с тобой, вот это самое ценное. Когда даже мы говорим о дружбе, говорят, что настоящий друг, он умеет радоваться за твои успехи, за твои победы. Это настоящий друг. И когда мы смотрим причину, почему Христос рассказывает эти притчи, сказано, он принимает грешников и ест с ними. Это был упрёк в адрес Иисуса. То есть эти люди, фарисеи, книжники, они не могли радоваться. Их раздражало, что Иисус проводит время с ними, исцеляет, что он действительно занимается этими людьми. Вместо того, чтобы порадоваться, возникает зависть. И когда мы читаем все эти притчи, то в конце каждая из них показана радость, которую имеют все относящиеся к этому. И пастух его друзья, и хозяйка с его окружением, и здесь всё семейство радуется. Вот в этом как раз таки и есть основной принцип, чтобы мы могли радоваться и учились радоваться успехам, победам тем, кто рядом с нами. Хорошо. Мы умеем, мы знаем, как принимать заблудившихся. Я хочу вернуться к притче о блудном сыне и сказать, что он переоценил отца своего, находясь вдалеке от дома. Если он, когда уходил, фактически бросил отцу, что ты никто, и ты для меня мёртв, то, прожив определённую жизнь, мы знаем, какую, он переоценил отца, признал его и пошёл. Умение принимать, вот как раз вот здесь показано, как принимает отец, и здесь показано, что сын-то, второй, он не мог радоваться. И часто люди, которые всегда с отцом, отец говорит, ты всегда был со мной, всё моё, твоё, но он говорит, ты даже не дал мне порадоваться с товарищами моими. Как часто люди делают религию такой безрадостной, они всё делают, они всё соблюдают, но они не понимают, сколько Бог им много дал. Ведь не зря же Дух Святой, который приходит, он приносит с собой плод, и первое это любовь, радость, мир. Вот, поэтому это очень важно принимать всех и вся такими, какие они есть. Обнаружилось. Это очень важно, но получается, что у многих людей появляется негодование, потому что проявляется определённая милость. Вы помните, Христа осуждали за то, что Он ест и пьёт с грешниками, а Христос как раз и говорит, что я больше милости хочу, проявить доброту к этим людям, чтобы они почувствовали, что есть люди, которые могут к ним совершенно по-другому относиться. И когда Христос общался с этими людьми, возникает вопрос, как будучи самому чистым не запачкаться от этих людей? Любовь к ближним, она начинается с самоуважения. Если ты уважаешь и ценишь себя, кто ты есть перед Богом, каждый из нас это уникальное Божье творение, другого во Вселенной нет, тогда ты понимаешь, что каждый другой он также уникален перед Богом. Кто ты человек, который рамки и мерки представляешь, это наши какие-то идеалы, они складываются от нашей культуры, от нашего менталитета, даже родовых каких-то склонностей, ведь в каждой семье тоже своя культура, свои менталитеты. Тогда бы он знал, какая женщина прикасается к нему, в то же время Симон не думал о себе, а он настолько ли чист, что Господь может пребывать в его доме. А разве милость меняет людей, вот когда мы проявляем милость к другому человеку? Прости преступника, какая есть уверенность, что он не пойдет вновь совершать зло? Практически никакой. Но милость в первую очередь меняет тех, кто в своем характере, в своем поведении ее формирует и показывает. Потому что милосердие необходимо было. Почему? Текст, который вы приводите, как раз-таки подчеркивает то, чтобы люди были милосерднее друг к другу, снисходительнее, а не просто увидел, и сразу ярлык повесили. Как раз-таки опять мы возвращаемся к параллеве взаимоотношений, чтобы мы были внимательнее, снисходительнее к нашим порокам, к нашим неудачам. А они были такими... То есть мы просто не практикуем, наверное, в своей жизни проявление милости, и поэтому мы не имеем вот этой радости от того, что когда ты милуешь, тогда у человека появляется, ну, или, как говорят, растут крылья, что тебя не осудили, тебе доверяют. Мы говорим, что вообще доверие дорогого стоит или нет? Это самое главное, что человеку нужно в жизни. Тебе они не укоряли, тебе ничего не давали, тебе доверили, тебя поверили. Я думаю, что это самое главное. Вырастают крылья просто. Когда просто растут это очень важно. Ведь один человек сказал, неважно, где ты стоишь, на вершине горы или на подошве, тебе одинаково далеко до неба. Почему? Если я чуть-чуть возвысился на этой горе, я могу сказать, нет, тебе еще далеко. Вот, это неправильно. И здесь, как раз, наверное, очень уместно предсчитать послание апостола Павла к филиппистам, 2 глава с 13 по 15 текст, что Священное Писание говорит. Давайте мы прочитаем эти тексты. Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Почему вера может раствориться в нашем окружении? Она может раствориться? Вот я верую, мы говорим, что мы живем среди строптивого и развращенного мира. Она может раствориться, вера? Вера, как и дерево, должна питаться. И у веры, если так образно выражаться, тоже должны быть свои корни. И когда мы говорим о том, что этому миру необходимо рассказывать о Христе, есть опасность, то, о чем мы сейчас рассуждали, если я верующий человек, иду в среду, где курят, где пьют, где ведут такой беспорядочный образ жизни, есть определенный риск. и этот риск серьезный для молодых людей. Поэтому, опять же, если я свои отношения питаюсь со Христом, и я общаюсь с этим миром, я стараюсь как-то общаться с этими людьми, но я не оставляю общение с Иисусом. То есть, в Библии нигде не говорится о том, что вы должны жить обособленно от остальной группы людей, которые ведут не такой образ жизни, как вы. нигде Христос не поддерживает такую идею. Он наоборот говорит, идите в мир, живите с этими людьми, помогайте этим людям. Вы свет, вы соль. Вот эти выражения, они как раз-таки показывают о той цели или о том методе, о тех мотивах, которые мы, как верующие, должны иметь. Христос сам предупреждает и говорит, что вот я посылаю вас как овец среди волков. Вот как раз существует та опасность. Если мы не будем иметь таких отношений с нашим Господом, если мы не будем поддерживать с Ним связь, конечно, у нас сразу же этот духовный иммунитет пострадает. И мы вообще люди на что взираем, в то и преображаемся. И наше окружение, конечно, имеет влияние и на нас, но и мы точно по тому же закону имеем влияние. Безусловно, но мы можем очень сильно влиять на других людей. Достаточно появиться одному человеку, который живет по-другому, и можно всю эту группу, образно говоря, всю толпу повести совершенно в другом направлении. Я бы хотела... Друзья, я благодарен вам за участие в нашей программе. К сожалению, закончилось. Дорогие друзья, сегодня мы говорили о том, чтобы каждый из нас был дружелюбным. Нам нужно искать друзей, нам нужно находить время для того, чтобы общаться с другими людьми. Нам не нужно ограничивать себя от тех людей, которые ведут не такой образ жизни, как мы, они нуждаются в нашей помощи. Бог дает силу, чтобы мы жили неоскверненными в этом мире. Если мы только будем находиться в особой связи с Господом, тогда мы можем общаться с разными людьми, и тем самым мы поможем обрести мир, надежду, и чтобы эти люди увидели совершенно другую цель в жизни. Господь любит каждого человека, Он был среди людей. Давайте мы будем среди тех, которые нуждаются в нашей помощи. Мы желаем вам добра, мира, всего наилучшего. До скорой встречи на программе «Познаем истины». До свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин